Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем заниматься не магическими вещами в магическом нашем мире. И, как я в прошлой серии уже говорил и показывал, у меня закончилось дерево, полностью закончилось. Да, и в этой серии мы, мы, мы будем, да, в принципе мы, вы и мы будем исправлять это положение наше, такое вот бездревесное, и исправлять мы его будем с помощью мода Стив Картс, с помощью наших любимых вагонеток волшебных. Будут волшебные, почему, почему нет, это магические миры, волшебные вагонетки, которые сами, сами рубят, сами пилят, все, короче, сами делают. Вот. Собственно, о вагонетках. Почему я, да, хочу, хочу сейчас делать, у меня там вот есть маленький лесочек, я хочу на месте этого леса сделать автоматическую ферму, ферму, нет, не ферму, автоматическую леса, леса, лес, леса, я не знаю, как назвать, но, короче, да, автоматическую лесную ферму, короче, пусть будет так. Так, ферму леса. Почему я не делаю это с помощью Форестри? Потому что, наверное, это не так интересно, и пока еще никто не писал, сделай ферму Форестри, а все пишут, мол, построи там такую вагонетку, построи такую вагонетку Стив Картс. И, в принципе, я только за, мне они очень нравятся, и поэтому будем, будем, будем строить. Ну и для начала, да, пока что это тоже бета-версия Стив Картс, и мы старую мою вагонетку разобрать не можем, повынимать из нее модули. Это, ну, очень, я считаю, такой, пока что серьезный минус, но в дальнейшем автор мода обещал исправить эту ситуацию, и будет совсем-совсем все круто. В общем, первым делом нам надо сделать саму-саму-саму вагонетку. Я, если честно, уже не помню, как она делается, а нужно сделать колеса. Колеса. На колеса нам все равно нужно, нужно, нужно дерево. А у меня даже топора нет, да? Да, у меня даже топора нет. Ай-яй-яй-яй, как все плохо. Как же я допустил такую ситуацию, я прям сам не знаю. Сделаем, нет, железо я тоже пока что тратить не хочу, потому что нам его понадобится еще много, и делаем себе пока что обычный такой деревянный топор. Деревянный, а каменный. Срубим кусочек леса, я думаю, нам этого хватит. Кусочек леса. Маленький такой кусочек леса. Окей. Там у меня береза есть, вот, да? Которую тоже было бы хорошо срубить. Ну, ладно. Так, кусочек леса иди сюда. Ай-яй-яй-яй. О, все. Окей. Навели почти что красоту. И давайте, давайте, давайте. Делаем, что мы делали? Мы делали сначала вот это. И теперь береза у меня упала вот сюда. Береза, 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 где же ты, где же ты? Вот. Сделаем палки. Окей. И, собственно, наши железные колесики. Отлично. Железные колесики. И железную саму вот такую рамочку, вагонеточку. Отлично. У нас есть теперь вагонетка. Что же мы будем в нее вставлять? Ну, первым делом, естественно, нужно сделать вот сам инструмент. Это, собственно, самое дорогое, что есть у нас в этой вагонетке. Вот он, вот каттер. Но он нам зато будет сажать и рубить деревья. Да. Да-да-да. Он будет автоматически их сажать, автоматически рубить. Поэтому я думаю, что совсем не жалко для такого дела. Нам нужно, значит, сделать пять, пять, пять алмазов потратить. И десять железа. Алмазики мои. Эх. Эх, алмазики. Жалко вас же, как вы не представляете. Но ничего не поделаешь. И десять железа. Ой, десять железа. Четыре, пять. Отлично. Собственно, сами пилы у нас есть. Еще одно железо. И вот нужно сделать вот такую вот штучку. Вот я дюкнутый мой вот этот вот Advanced PCB. Который я дюкнул в какой-то там, той серии, в самой первых, когда я начал разбираться со Стив Кардс. Вот. А, у меня здесь есть друг. Ребята, у меня друг есть. Вот он периодически ко мне заходит в гости. Привет, привет. Привет, привет, Валера. Привет. Заходи, заходи ко мне домой. Домой заходи. Че ты? Гостем будешь? А, дверь открою. Ну, заходи. Братуха, чего же ты? Ладно. Так. И нужно правильно разместить именно вот эти вот саплинги именно вот в таком вот порядке. То есть сюда березу. Сюда вот такой вот саплинг. Сюда джунгли. И где-то у меня был, ой, где-то у меня, здесь был у меня вот этот саплинг спрюса. Вот. И у нас есть Woodcutten Core. Теперь пилы. И кусочек железа. Вот. У нас есть теперь Woodcutter. Модуль, который будет рубить дерево. Еще, ребята, здесь есть модуль Chunk Loader. Chunk Loader. Он крафтится, ну, я бы не сказал, что очень просто. Это, ну, крафт очень такой серьезный. Потому что, да, и модуль такой сам по себе, да, позволяет работать тележки, даже когда нас совсем рядом и нет. Где-то, где он был, вот, Chunk Loader. Вот. То есть крафт такой, не детский. Опять вот это плесно. Ладно. Там, короче, по-моему, алмазы тоже нужны для крафта. Сейчас еще раз глянем. Да, вот, видите, алмазики тоже нужны. Поэтому мы его делать не будем. Будем просто ходить за этой... Ну, не ходить. Мы будем, в принципе, где-то вот в этих вот двух домиках наших. И там, я уверен, будет тележка спокойно себе работать. Вот. Поэтому его мы крафтить не будем. Потому что... А, и, кстати, он не ставится на вот этот вот, на стандартную тележку. То есть для нее нужна более продвинутая телега. Которая тоже весьма-весьма-весьма дорога. По ресурсам. Вот. Теперь. Нам нужно поставить сюда... Сюда уже можно ставить двигатель на солнечных батарейках. Но в нем есть один минус. Когда деревья вырастают. И они вырастают над самой вагонеткой. То солнце не поступает к этому двигателю. И он перестает работать. Поэтому нам понадобится здесь два двигателя. Ну, я надеюсь... Оу. А нет, в принципе, не тяжелый. Первым делом мы поставим двигатель. Обычный наш. Который на угле, да, он работает. Так, на три. Так, где же ты? Да, угольный двигатель. Пусть будет так. Тот же двигатель, я не знаю, внутреннего сгорания. Так, есть такое дело. И мы тратим на него практически, да, все наши запасы железа. А, хотя там новые пока. Новые еще наделались, пожалуй. Сейчас мы их заберем, сходим. Да, вот сюда надо два пистона положить. Окей. Есть двигатель. Двигатель. В принципе, уже можно запускать, но я бы на самом деле все-таки поставил... Поставил, поставил... Еще двигатель на солнечных батарейках. Просто, чтобы сэкономить наш уголь. Так. Даже вот так вот. Окей. Я на самом деле все дерево потратил на вот эти вот штучки. Железо. Надо сходить за железом. Без железа нету жизни. Ой, больно. Как раз посмотрим, сколько там уже наплавилось того железа. Ну, надо бы еще, конечно, поставить туда больше двигателей. Вот этих вот стирлингов, двигателей стирлинга. Ой, кстати, уже довольно много этого угля потратилось. А еще стак. Нормально. Пойдет. Вполне хорошо себе жарится железо. Жарится. Плавится. Почему я все время говорю жарится? Не знаю. Окей. Сейчас мы делаем двигатель на солнечных батарейках. А, еще, еще, да, я хотел эту штучку сделать. Удобрялку. 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 Или не делать удобрялку. В общем, здесь есть фертилайзер. Где-то он тут был. Я не помню, как он выглядит, правда. Гидратор. Это увлажнитель. Можно поливать. То есть, это если нам, например, нужно ту же пшеницу выращивать, да, нам нужно ее, ну, чтобы грядка была влажная, увлажненная, влажная, влажная. Вот. И это можно делать с помощью этого гидратора, не делая, не наливая, в общем, воду, не делая грядку возле воды. Вот. Где же этот фертилайзер? Экстрактинг чест. Интересно, что это такое. Так, так, фертилайзер. Простите, что-то я подзасыпаю уже. Здесь можно поставить модуль невидимости, тогда никто не увидит нашу тележку. Фермер, фермер, тоже дорогой такой. Шутер, гидратор, что же это такое? А, вот, вот он, фертилайзер. В принципе, он, ну, не тяжело делается, довольно-таки. Но, деревья, мне кажется, и так довольно быстро растут, поэтому не станем заморачиваться по этому поводу. Сделаем лучше вот, кстати, вот есть комп... У, нет, компактный, это, наверное, чересчур будет дорого. Давайте лучше сделаем вот такое вот. Нам нужно... Еще два пистона, да? Да, у тебя у нас всего хватает. Да что ж такое? Так, теперь мне надо было glowstone и redstone, да? Так, так, так. И таких надо сделать четыре штучки. Железо и четыре. Отлично. Так, есть такое дело. И еще вот само вот это вот... Ох, так. Таких штук нам надо сколько? Сколько? Две, по-моему. Вот этих вот маленьких, да? Да, две. Окей. Эм... Из двух маленьких вот так вот, да, делается... Большая. Сейчас, сейчас, сейчас. Где она? Ага. Вот так еще redstone, да? Все, все, я правильно делал. Так, есть такое. Угу, все. Вот так вот. И два пистона. Вот, отлично. Есть один. А, да, один. Вот. Есть у нас теперь еще солнечный... Солнечный двигатель на солнечных батарейках. Что нам еще надо? А, собственно, нам надо сундуки. Что же нам еще надо, кроме как сундуки? Кроме как сундуки. Что ты такое сказал? Неважно. Какие сундуки мы можем сюда всунуть? Сюда мы можем всунуть боковые и три внутренних. Потому что ни сундук передний, ни сундук верхний мы сюда поставить уже не можем. Поэтому смотрим. Боковые. Да, делаются из вот таких вот этих штучек. Вот нам нужно по-любому вот эти будут. Так, 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 и боковые. Вот. Маленькие как делаются. Ага. Для маленьких этих нам надо еще дерево. Дерево, 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 дерево. Куда же? Куда же? Может нам хватит? Хотя, явно нам не хватит. Окей, давайте. Таких вот нам понадобится две только на... Да, две. Сейчас на боковые сундуки. Четыре нам понадобятся, даже они две. Так что... Так что придется сейчас рубить все-таки эти дерево. Как бы я этого не хотел. Так. Есть такое. Как тебе делать? Вот так вот. Окей. Этих... Этих сколько нам надо? Этих две. Окей. Может нам хватит на один сундук? Но один это мало. Ммм. Ммм. Так. Ага, вот так. Так что ж, так что ж такое. Вот так, да? Нет, нет. Да ну блин, мышка моя, мышка. Вот так. Боковые сундочки у меня есть. Хорошо. Жалко, не видно сколько... Сколько, сколько... Слочков у них. Ладно, не важно. Сколько у них слочков. Важно то, что нам бы еще сделать три... Как раз вот три у меня есть замка. И сделать бы еще три вот этих вот маленьких сундучка. Кстати, они делаются довольно просто. Да. Пожалуй, пойдем сейчас нарубим дерево. Сейчас мы, наверное, пойдем лучше поспим. Да, нет. Хотя нет, в принципе. Вроде никого нет. Это был не топор. Главное, чтобы к нам втихаря крипер не подошел. Да, вот ту вот дырку, березу, над которой я рубил, это в прошлой серии меня просто взорвал крипер. Или в паза прошлой. Я уже не помню. Я вообще тут уже, вспомнил, два раза умер, да. У меня был тридцатый левел, я второй раз накопал до тридцатого левела. И просто криперы разорвали. Не один раз причем. Так, окей. Дерево у нас все сюда пошло. Из части мы можем сделать вот этих штучек побольше. А часть вот можем пока. Вот так, отлично. Ой. Ну, что это такое? Так. Нормально. Вот так. Сделаем, окей. И нам надо три. Три сундука. Отлично. Так, ну, надеюсь, больше никакого полезного модуля я не забыл. Или все-таки поставить фертилайзер этот. Хотя, ну, с другой стороны, да, деревья и так довольно быстро растут. Зачем? Зачем, зачем тратить? Ценный ресурс, тем более кожа, которая довольно мало, которая добывается сейчас уже не так просто. И которая мне понадобится очень много на книжке. Если я хочу попутешествовать по мирам из мисткрафта и найти себе мир с высоким содержанием руды и наставить там карьеров. Ммм, да. Так. Ну, из аддонов, в принципе, все. Больше полезного я ничего не вижу, что можно было бы сделать. Уголь у нас есть. Уголь мы выложим. И пойдем поставим. Заберем. О, кстати, да, уже тут вот так. Поменяем. Местами и... А, вот сюда вот ложиться не хотелся уголь. Точно. В сами вагонетке этот... Ой. Ложился уголь, а... Так. Что тут можно выложить? Глокстончик. А вот сюда вот, в эту штуку, вот этот вот фоксовый уголь ложиться не хотел. Ну, все, в принципе. Будет она делаться 29 минут. Поэтому начнем. Производство. И у нас вот пошла шкала времени себе потихонечку. Ну, мы можем пока пойти и разложить там рельсы. Да. Вообще можем пойти поспать. Хотя уже... Уже и так довольно светло. Мистер Паук. Ты к нам в гости хочешь? Бедняжка. Второй раз уже упал. Как вовремя наши соседи решили сделать ремонт. Блин, ребята, простите. Ладно. Все, мне поснимать сейчас, короче, не дадут, как я понял. Я уже там между сериями вручную выложу там рельсы. А в этом... Лисочки моем искусственном. И уже тогда в следующей серии мы будем богаты. Богаты просто лесными магнатами, я не знаю. Вот. И будем заниматься дальше, дальше, дальше развиваться. Я не знаю пока что, чем мы будем заниматься. Но... Что-нибудь придумаем. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока, увидимся в следующей серии. Продолжение следует...